Здравствуйте! Это программа «Главная тема». Меня зовут Гия Саралидзе. Как всегда в этой программе мы сегодня будем говорить с главой Одинцовского района Андреем Ивановым. Андрей Робертович, здравствуйте! Добрый вечер! Хочу начать с... Ну, наверное, это такие весенние дела. Сейчас многие вот эти хлопоты, они связаны именно с весной. Ну, вот что сейчас основное? Да, действительно, все наши хлопоты связаны с весной. Зима закончилась, растаял снег. Вместе со снегом проявился мусор, который всю зиму наши жители выбрасывали в дворовые территории, на обочину наших дорог, скверов, парков. Все это заваливалось снегом, этого не было видно. Сейчас, безусловно, как только снег растаял, обнажились и наши грязь, и мусор. Поэтому был объявлен месячник чистоты. И мы уже 30 марта провели парад коммунальной техники, такой смотр готовности наших сил. В четырех поселениях проводили, назовем это шоу, коммунальное шоу, когда больше 100 единиц коммунальной техники были представлены нашим жителям. Вся она на 100% готовна. И мы начинаем уборку. Начинаем уборку и объявляем субботники, каждую субботу до 20 апреля включительно. Все наши силы будут мобилизованы, чтобы не растягивать этот процесс на долгий период. Это удовольствие. Да, это удовольствие на долгий период. Мы проводим такую мобилизацию, и все чиновники, начальники, бюджетная сфера и наши волонтеры по субботам будут выходить и помогать нашим коммунальным службам наводить порядок, по большому счету, в собственном доме. Здесь мы призываем также быть активными наших жителей. В 20 апреля будет проведен общий областной субботник. Порядка 50 точек будет, где мы выдаем инвентарь. Около 18 точек организовано питание. И порядка 53 точек для сбора мусора, пакетов того, что мы вместе насобираем. Везде будут 20 апреля концертные программы, полевая кухня, чай, музыка, танцы, всевозможные активности. Приятное с полезным. Да, чтобы совместить приятное с полезным, потому что, когда мы объявляем такой вот месячник чистоты под названием «Большой субботник», слышим мы критику со стороны жителей. Многие говорят о том, что мы уже воплотили налоги и за счет налоговых отчислений должны содержать большую армию коммунальной техники людей, которые пусть и убирают, и делают это быстро, качественно и так далее. Безусловно, это так. Все мы делаем за бюджетные средства. Еще раз повторю, просто нам не хочется растягивать эту генеральную уборку, и мы выводим и мобилизуем все свои силы. Я понимаю, вы... Не заставляем жителей, но я всех призываю. Вы сейчас так тактично очень наразились. На самом деле, я-то свободный человек, журналист, поэтому я могу сказать, что это неправильно. Конечно, с моей точки зрения чистота дела... Понятно, что коммунальные службы должны работать. Понятно, что они должны быть там многочисленны, у них должна быть хорошая и исправная техника, но ведь эта грязь, она ведь... Ее не инопланетяне сюда привозят. Это наше дело. И мне кажется, вся вот эта история и советского времени, и субботники, и когда мы все выходили. Кстати, сейчас в интернете потрясающая есть акция, где люди фотографируют вот то, что было, да, потом они сами убирают и фотографируют опять на том же месте, что стало. Она по всему миру. Мне кажется, это очень показательная вещь. Это ведь чистота, это наше общее дело. Совершенно с вами солидарен. У меня точно такая же позиция. И никогда не было зазорно убирать в собственном доме, даже если тебе кто-то в этом помогает. В частности, мы, конечно, возьмем основную нагрузку на наши коммунальные ресурсы. У нас достаточные техники, вся она исправна, и большое количество наших коммунальщиков, которые этим каждый день занимаются. Но мусор, как вы справедливо заметили, с неба не упал, как осадки. И здесь, так как мы еще и организовываем... То есть это не стихийный субботник. Мы же организовываем и площадки, и помогаем, инвентарь, и перчатки. Вот как я уже обозначил, будут и развлекательные программы. Выйти в этот день, если еще и хорошая погода, и такой сплоченной, единой командой, навести порядок на свежем воздухе. Мне кажется, здесь гораздо больше позитива. Даже от того чувства сопричастности к той чистоте, которая появится до конца апреля. Тем более, что это такая акция массовая именно в этот период, потому что заканчивается зима, и мы переходим в весенне-летний период, когда уже все встанет на свои рельсы, и будет системная ежедневная уборка, и таких уже мобилизаций не потребуется. Если не какие-то стихийные бедствия, не дай бог, или какие-то аномалии или катаклизмы. Еще одно весеннее дело, что ли, это, конечно, дороги. Дороги у нас по весне тоже, конечно, это и от климата зависит, от многих факторов зависит, но появляются ямы, появляются сразу же репортажи актуальные на эту тему. С этой точки зрения, что будет происходить? Да, действительно, дорогами мы активно занимаемся. В зимний период, в силу у нас непростого, так скажем, климата, дороги разбиваются, появляются ямы. Мы уже в этом году цифровали 1200 ям, из которых 400, несмотря на сложные погодные условия, смогли отремонтировать. Дальше эту работу продолжаем. До 15 апреля мы отцифруем все ямы на наших дорогах. Рассчитываем, что это количество будет около 4000. Также мы поставили в план ремонт этого года порядка 27-28 километров дорог, и тоже к этому ремонту приступим в летний период, и до 1 сентября эту работу закончим. В прошлом году, хочу просто провести сравнительный анализ, мы отремонтировали 6000 ям на дорогах общего пользования, и порядка 1232 ям во внутриквартальных проездах и дворах. Почему количество в этом году будет меньше, в полтора раза? Потому что был масштабный произведен ремонт дорог, порядка 48 километров дорог мы смогли отремонтировать по программе прошлого года. Особенно те дороги, которые обильно используются грузовым транспортом, в частности Можайское шоссе. По поводу ям, вот есть какой-то алгоритм проверять, возникают ли ямы на тем же местах, на которых они были, допустим, в прошлом году, после ремонта? Да, когда мы говорим оцифрованной, это не просто дань моде и какой-то тренд. Когда оцифруется яма, то она попадает в единую систему. Там, соответственно, отмечаются даты и масштаб ремонта сегодня. И если именно этот участок попадает в следующем году или через какой-то период, то он также в этой базе данных появится и будет проведен сравнительный анализ. Из чего мы сделаем соответствующие выводы и поймем, насколько качественно производился ремонт того или иного покрытия. А возможно, там, где мы ремонтируем, в целом дорога была когда-то сделана ненадлежащим образом. Особенно, если брать такие микрорайоны, как Новая Трехгорка. Мы в прошлом году из 1232 ям дворовых, я думаю, что половина была произведена именно в Новой Трехгорке. И я уверен, что в этом году мы придем, и там будет не меньшее количество, потому что само полотно застройщикам, который в свое время нам построил и подарил такой микрорайон с огромным количеством проблем, были нарушены все технологические карты и дороги просто проваливаются. Ну, то есть, мы о многих уже проблемах говорим, о том, что они, конечно, не сейчас возникли, а не такие с корнями. Достаются из прошлого. Мы где-то бьем по хвостам, а где-то уже находим в себе силы, ресурсы, перестраивая, в том числе дороги, строить и в Новой Трехгорке уже с нуля, со всеми стандартами и технологиями. Когда мы делаем ремонт дорог, то приезжает специализированная лаборатория, проводит и качество того покрытия, которое мы наносим, и проверяет слой, и щебень, и саму фракцию асфальта. То есть, там идет тотальный контроль. Мы даже в прошлом году выезжали вместе с телекамерами, показывали, как это происходит. То есть, пробуривается в асфальте определенный такой цилиндр, который вынимается, потом отдаем в лабораторию. И вот если в этом слое произведенных ремонт есть какие-то нарушения, просто этот участок дороги и сама работа не принимается, заставляем все переделывать. С подрядчиком очень жесткое в этом плане отношение, пристальное внимание, еженедельный контроль. Поэтому дороги ремонтировать научились качественно, и за этим будем следить и дальше. Хотел спросить, а вообще с чего начинается у вас день сейчас? Вот прям с утра вы встаете, что делаете? Ну, знаете, он уже давно начинается, и вне зависимости от сезона, праздники, не праздники, выходные или не выходные, начинается он со смартфона. Мы, как нам и поручил наш губернатор, заходим, начинаем день с добродела, социальные сети, электронная почта. И пока, собственно, собираешься на работу, едешь на работу, уже готовы поручения. И с раннего утра эти поручения раздаются, также в электронном виде, все у нас оцифровано, везде контроль. Вот так начинается рабочий день, и так он приблизительно и заканчивается. В онлайне постоянно взаимодействуем с доброделом, смотрим то, что беспокоит людей, какие-то кричащие проблемы там, где мы западаем. Еженедельно мы на наших планерках разбираем добродел в разных аналитических плоскостях и по количеству жалоб, что фонит и как отрабатывается, нет ли просрочек, нет ли повторных обращений, что нам, безусловно, дает понятие, где некачественно мы отрабатываем ту или иную проблему. В целом, количество обращений, новых регистраций, у нас серьезная база данных, которая позволяет перестраивать или мобилизовывать наши силы именно там, где это требуют жители, в первую очередь. Мы в прошлый раз говорили уже о детских садах, сегодня и о детских садах, и о школах. О детских садах можно говорить всегда. Вы знаете, с одной стороны, понятно, что есть проблемы, с другой стороны, хорошо, что мы говорим о детских садах и школах, значит, много детей. Это приятно. Вот сейчас у нас есть видео, записанное нашими коллегами, давайте посмотрим, они как раз касаются детских садов, и эту тему тогда, на эту тему поговорим. Давайте. У меня такой вопрос, сохраняются ли до сих пор очереди в детские сады, так как на данный момент очень длинная очередь, несмотря на то, что у меня есть небольшая льгота. До сих пор остается проблема, хотелось бы узнать, когда это все наконец-то разрешится. Детские сады Ну вот вопрос, на самом деле таких вопросов о нехватке места в детских садах очень много. Что по этому поводу можете сказать? Да, о детских садах мы с вами действительно уже говорили и говорим об этом каждую неделю. Детские сады нужно строить, потому что очередь у нас пока еще присутствует. Я недавно отчитывался перед жителями о том, что сделано за последние пять лет, и что мы планируем в следующий. Как раз детским садам, дошкольным образованием было уделено серьезное внимание, потому что я считаю, что это наш прорыв, это наша гордость. Мы буквально на этой неделе приняли от строителей 23-й наш детский сад, который смогли построить за пять лет. И нам еще предстоит построить 15 для того, чтобы разобраться с очередем. Вот такие планы на будущее. В этом году мы уже приступим к строительству еще двух. В Одинцово-1 и в микро районе Новая Трехгорка. В целом, когда мы будем заканчивать пятилетку, я надеюсь, с 15 новыми детскими садами, то это нам добавит порядка 4 тысяч дополнительных мест в детских садах и позволит разгрузить и те, которые переполнены сейчас, и ликвидировать очередь, в принципе, чтобы она осталась в далеком прошлом. Там вот поселок Горки-10, конкретный вопрос был, приемки в Горках-10. Да, Горки-10, это как раз тот детский сад, о котором я уже сказал. Мы действительно с Ларисой Евгеньевной Лазутиной были на этой неделе там, принимали строительную готовность детского сада, попали внутрь этого замечательного объекта и, конечно, были просто шокированы. Не побоюсь этого слова. И качеством того, как сделан детский сад, и качеством мебели, разнообразием мебели, наличием спортзала, большой столовой, пищеблока, медицинских кабинетов, актового зала. Даже на третьем этаже смогли разместить лабораторию, в которой дети будут соприкасаться уже в детском саду с элементами химии, элементами физики, робототехникой. И я уверен, что в школу они в первый класс придут максимально подготовленными и даже со знаниями иностранных языков, умеющие писать, читать, играть, коммуницировать между собой. Огромный детский сад получился на 400 мест. Это порядка 14 групп, в том числе двух групп дневного пребывания. Самые современные технологии, инженерия, качество отделки, экологически чистая, безопасная мебель. Все сделано по высшему классу. Я думаю, что из тех 23 детских садов, о которых я уже сказал, это на сегодняшний день... 23 за 5 лет. За 5 лет, да. Это самый лучший детский сад. И построили его за 14 месяцев. Тоже отдельный слава благодарности нашим строителям, которые, не потеряв качество, а даже где-то улучшив его по сравнению с предыдущими муниципальными детскими садами, смогли в такой короткий срок его действительно сделать и ввести в эксплуатацию. Это 23 сад за 5 лет. Я помню, вы называли цифру. Я люблю, когда было-стало. А вот до этого сколько было построено? Там порядка 4 детских садов за 15 лет до нас. Совершенно другие темпы строительства. И я уже об этом говорил неоднократно, что строились многоэтажки без социальных объектов. И не было где-то и жестких нормативов, и контроля. И власть районная давала такую возможность заменять обязательства. Поэтому мы сейчас расшиваем те проблемы, которые нас догнали с 2004-2005 годов. Инвестиционные контракты, которые не сработали. У нас еще есть один видео вопрос. Он касается тоже детских садов. Давайте посмотрим. Давайте. Я неплохо отношусь к семейным детским садам. И неплохо отношусь к группам круговремя пребывания. Если есть у людей такая возможность. Потому что если мама работает и папа работает, это неактуально. На мой взгляд. А у нас тот вариант, когда и мама работает, и папа работает. Поэтому нам подходит только детский сад полного пребывания. Хорошо, конечно, было бы и семейные детские. Но они же, наверное, очень высокооплачиваемые. Ну вот любопытно. По поводу частных детских садов, группы семейного пребывания. Ну, во-первых, люди говорят о том, да, наверное, это смогло бы как-то разгрузить это. Но все уверены, что это дорого. Ну, первое, что мне хотелось сказать. Действительно стоит перед нами задача максимально короткие сроки ликвидировать очередь. 15 детских садов тоже ни с неба не упадут. Не построить мы их моментально, быстро, даже в течение короткого времени не можем. Это сотни миллионов рублей на такой объем. Поэтому применяем и другие способы и инструменты, чтобы как-то облегчить жизнь родителям, которые не могут отдать своих детей детский сад. Их несколько традиционных способов. Ну, первое, это группы семейного обучения, семейного пребывания, когда мы прикрепляем такие группы к нашим действующим детским садам и платим родителям, которые либо это многодетные семьи, либо есть возможность у себя в дому такие группы организовать, платим им как педагогам детских садов. Чем самым их загружаем и даем возможность детей тоже оставить под присмотром. У нас таких групп уже организовано две. При детском садике 46 и 49, это и Назарево, и Старый городок. И дальше эту программу будем развивать. Довольно эффективно у нас получается, и, в принципе, родители сами довольны. Есть еще один способ, это создавать группы временного пребывания. Для этого мы сейчас ищем подходящие помещения. Была идея размещать их в торговых центрах на первых этажах, но много ограничений по тем существующим торговым точкам, которые уже находятся, плюс вопросы с доступом, с пожарниками. Поэтому, к сожалению, эта концепция пока не срабатывает. Ищем в муниципальной собственности те помещения, где можно размещать такие группы дневного пребывания без спален, просто чтобы за детьми был уход, можно было поиграть, и какое-то время находиться в таком режиме. И еще один вариант, это поддержка частных детских садов. У нас на территории работает 8 детских садиков. И мы на сегодняшний день в виде субвенций, в виде субсидий оказываем этим детским садам материальную помощь в размере 180 примерно миллионов рублей. И в этих садиках из нашей очереди обучаются, находятся где-то порядка 2000 детишек. То есть у родителей за счет нашей финансовой помощи из различных бюджетов и областного, и районного. Там же есть губернаторские субсидии. И губернаторские субсидии. И наши там совмещенный такой платеж частному детскому садику, который позволяет сократить стоимость для родителей. То есть да, действительно они платят за ребенка, но значительно ниже, чем это было бы в прямом, в таком коммерческом виде. Поэтому такую помощь мы оказываем, готовы и дальше поддерживать, в том числе и частные детские сады, если они у нас будут появляться, строиться. Многие застройщики передают частные детские сады неким операторам, которым мы тоже готовы помогать. И такую форму поддержки на этот период нашего глобального строительства оказывают нашим жителям. Понятно, детские сады, дети вырастают, школа дальше. И эти вопросы тоже у нас есть. Школы, мы об этом тоже с вами говорили, что их не хватает. Есть и проблемы с ликвидацией второй смены. Но, на мой взгляд, самое главное, это перенаселенность даже в классах, чем вторая смена. Сейчас, на самом деле, есть возможность, когда жителям высказывать свою заинтересованность, где они считают, нужна школа, в каком районе и так далее. Жители Одинцовского района по этому поводу высказываются, они активно это делают? Вы знаете, мы видим несколько форм такой активности. Безусловно, жители имеют возможность и право, и возможность высказывать такие пожелания, когда приходят на личный прием, когда приходят на различные наши совещания, собрания, встречи с инициативными группами. Они эту информацию транслируют. Мы все горячие точки, исходя из электронной очереди, исходя из понимания, какое количество детей выпускается из детских садов, насколько переполнены классы в существующих наших объектах, мы, конечно, все эти горячие точки понимаем, знаем. И у нас больше вопрос стоит о приоритетности. Если их, допустим, 5 или 6 таких локаций, то где построить в первую очередь школу, а во вторую уже в следующем месте или в следующем поселении. Вот для такой правильной коммуникации была и придумана система голосования в Доброделе. Сейчас жители Одинцовского района могут через портал Добродел путем голосования повлиять на решения правительства Московской области, администрации Одинцовского района, в целом системы образования и проголосовать за приоритетность того или иного объекта. И мы его, безусловно, поставим в приоритетное при формировании бюджетов или муниципальных, или государственных программ. Вот такая цивилизованная форма активности, она, конечно, нами приветствуется, нам удобно. И на сегодняшний день порядка 1200 наших жителей уже проголосовало. Причем, если посмотреть разрез, то порядка 750 где-то предложений и проголосовавших, это по Немчиновке и Ромашкову. Настолько там острая необходимость строительства школьного и дошкольного, в том числе, учреждения, видно по количеству проголосовавших. Но, тем не менее, я считаю, что в данном вопросе пока еще присутствует некая вялость. Если мы посмотрим Звенигород, в котором численность населения в 14 где-то раз меньше, чем в Одинцовском районе, то там уже проголосовало 650 человек, а у нас вот 1200. Поэтому я призываю всех активных наших жителей, граждан, которые сталкиваются с этой проблемой, потому что есть дети соответствующего возраста, или сталкиваются опосредованно, потому что понимают, что та или иная проблематика на определенной территории является приоритетной. Я их призываю проголосовать. Потому что многие, к сожалению, из наших жителей реагируют на какие-то митинги, выступления. Очень много сейчас идет передергиваний в преддверии выборов в Совет депутатов Одинцовского городского округа. Мы этих людей знаем, они горлопанят, можно сказать, политиканствуют, пытаются рассказывать нам о той или иной проблематике, особенно в системе образования. Мы их видим ровно один раз в пять лет, только перед выборами. Потом они куда-то исчезают, пропадают до следующих выборов. И у меня, в общем, большая просьба, убедительная просьба жителей все-таки не реагировать на такой вид, собственно, коммуникации с нами, а проголосовать на портале Добродела. Мы точно всех увидим, услышим и поймем, какую же школу ставить в первую очередь, какую во вторую, а кого-то сместить на 23-й год строительства. Я со своей стороны могу сказать, действительно, есть такая инертность, я бы ее назвал, неверие, может быть, какое-то, что это работает. Могу из своего собственного опыта нашим зрителям сказать, у нас дачный поселок под Сергиевым посадом. И там была на Доброделе объявлена возможность проголосовать, кому вот эта дорога к поселку нужна. И вот мы как-то активно проголосовали и получили замечательную дорогу. И причем от голосования до воплощения прошло там 8 или 9 месяцев. Поэтому это работает, это действительно здорово. В конце концов, у вас всегда, гражданам я обращаюсь, есть возможность, что вот мы проголосовали, а это не получилось. Это будет, мне кажется, конкретное такое тогда обвинение уже в адрес администрации, что мы сделали, а вы нет. А по поводу тех людей, которые появляются, мы это видим и в большой политике, и в малой, и в какой угодно. Поэтому здесь действительно надо все-таки что-то брать в свои руки. Особенно, когда это дают эту возможность в данном случае. У нас есть вопросы, которые пришли. Да, перед вопросами тоже хотел подтвердить ваши слова, и уже не в привязке к Сергиеву Посаду Канецовскому району, и жители это тоже видели. В прошлом году, благодаря губернатору и поддержке финансовой из правительства Московской области, мы произвели колоссальный ремонт дорог, 48 километров, о которых я уже сказал. Так вот, как минимум треть из этих дорог было поставлено в план, на основании голосования как раз по доброделу. И туда попали не только центральные улицы, но и маленькие населенные пункты, и сельские дороги, и в дальних наших поселениях. Поэтому это точно работает, это точно для нас приоритет в планировании. И на все проблемы денег, конечно, в одночасье нет. Это все должны прекрасно понимать. И как раз вот это правильное распределение приоритетов вместе с жителями дает нам максимальный эффект. Нас потом никто не критикует, что мы делаем совершенно не то, что хотят от нас жители. Это действительно всемирная, особенно европейская практика, когда там тоже на все не хватает денег. Я видел это и в Германии, и во Франции, и в Великобритании, когда мне показывали, когда выносятся на голосование. И вот у нас есть такие варианты. Это, не знаю, фитнес-клуб, дорогу или что-то сделать. И все голосуют, на что эти деньги должны быть потрачены. Вот опять не могу не сказать о том, что мы сегодня ездили с инспекцией в нашу школу «Дружба» в Дубках, рядом с которой появился спортивный объект, как оказался незаконным. Как оказалось, родителей никто не спросил, хотя вроде бы такое благое намерение было у некого предпринимателя поставить теннисные корты и дать возможность школьникам заниматься теннисом или просто использовать его как спортивный зал. В итоге прошло время, никто из школьников там не оказался, родители несколько лет возмущаются, напрягаются, почему стоит теннисный корт, их туда не пускают, и вообще это была территория школы, и лучше бы оставили воркаут или какие-то детские тренажеры, где дети могли играть и так далее, и так далее. Вот это как раз пример того, что стоит, ну пусть не замечательный, но какой-то достойный объект спорта. С родителями не поговорили, со школой отношения не выстроены, дети туда муниципальные не попадают, только коммерческая услуга, и на сегодняшний день стоит вопрос, либо его снести, либо все-таки вот этот предприниматель передаст его в пользование школы. Вот сейчас нам приходится разгребать проблему из какого-то благого намерения трехлетней давности. Поэтому в этот раз и вообще сейчас мы точно так поступать не будем, для этого будет вводиться голосование на доброделе, для этого мы встречаемся и с родителями, и впредь так будем делать. У нас уже были истории по центральному студию, я тоже рассказывал, когда мы сносили спортивные площадки, делали какие-то мега-воркауты, оказывалось, что надо баскетбольную площадку, и, слава богу, мы тоже там исправили ситуацию, теперь этого напряжения нет. Вопросы? Давайте. Я вот, наверное, не успеем мы уже все вопросы, но мы выбрали такие, я бы сказал, эмоциональные, заряженные такой. Добрый день. В 8-й и 9-й микрорайон не хватает детских садов. В очереди огромные, школы переполнены, 2-й и 3-й учатся в две смены. На кадастровой карте территории Бараков, напротив ЖК Союзной, появилось место для строительства объекта образования. Что планируется построить? Когда? Спрашивают. Да, опять проблема, которая к нам прилетела от застройщика 100-155, 8-й микрорайон так и не попал ни в какую реконструкцию, все социальные объекты, которые должны были построены, быть не построены. Довели строительство с обманутыми дольщиками трех корпусов, и вся целка встала. У нас на этой территории, там, где как раз ЖК Союзной, о чем, видимо, и пишут жители, где разочищается площадка, ведет строительство компании «Вектор недвижимости», у которой подписано в 2018 году с нами соглашение о строительстве нового детского сада на 245 мест, и также подписано соглашение о выделении денежных средств в размере 550 миллионов рублей на строительство двух пристроек к нашим школам, которые на территории этого микрорайона существуют сегодня. Поэтому появятся, как минимум, две пристройки. Я думаю, что сегодня нет смысла загружать всех цифрами, графиками и точной информацией. Мы готовы это опубликовать в газете, которая выйдет по итогам прямого эфира, и там все эти сроки будут обозначены. Компания работает, все выполняет, согласно тех обязательств, которые были когда-то подписаны. К претензии нет, мало того, компания «Вектор недвижимости» активно еще и помогает спасать дольщиков из Умрудной долины. Тоже здесь только слава и благодарность, и надеюсь, что эта программа тоже будет закончена. Что касается соседних территорий, Одинцов-1, там тоже будет строительство детских садов, и я думаю, что мы сможем за счет этих дополнительных объектов, которые появятся в соседних, в том числе, территориях, растянуть весь дефицит, который существует в 8-9 микрорайоне. Ну и еще она тоже связана со школой. Это спрашивают у Назарьева, но тут очень длинные. Обещали провести проверку маленькой школы до конца марта и начать ремонт, но почему-то тишина, никто ничем не занимается, зимой по новой тазике, ведерки. Многих волнует вопрос о строительстве новой школы на 550 человек и так далее. Там были отзвучены разные сроки строительства, два года, пять лет. Да, но вот здесь как раз тот случай, когда идет передергивание в преддверии выборов, который состоится 21 апреля, неоднократно мы общались с родительским комитетом и выезжали на эти объекты нашей представительной системы образования. Сейчас в школе, в начальной школе Назарьева проводятся инструментальные и технические контроли для того, чтобы четко определить состояние и крыши, перекрытия, и стен, и запланировать на летний период те ремонтные работы, которые действительно там необходимы. Это одна часть проблемы, с которой мы столкнулись. Действительно были ведра, потому что снег не скатывался с крыши, оставался, прогибалось покрытие и действительно проявилось такое небольшое подтопление, которое было в течение нескольких дней ликвидировано, но тем не менее вот такой фон наши доброжелатели создали вокруг этой школы. Что касается строительства школы на 550 мест, как мы и обещали нашим жителям, сейчас производим объединение земельных участков для того, чтобы они соответствовали нормативам и мы могли приступить к проектированию. Я думаю, что в этом году мы справимся и с объединением земельных участков, с их кадастрированием, с их предоставлением проектной организации для того, чтобы до конца года провести проектные работы и пройти экспертизу. Как только это произойдет, сразу запросим в Министерство образования возможность постановки нас в государственную программу. Надеюсь, что все увидят и также прочувствуют, как и мы вместе с жителями, морально устаревшее это здание и поставят нас в ближайшие сроки в эту программу, 2021-2022 года и мы начнем строительство. Не все от нас зависит, как бы не звучала жесткая критика в наш адрес, но такие крупные объекты мы можем строить только в рамках государственных программ, которые наполняются из двух бюджетов и Московской области, и Одинцовского городского округа. Поэтому, так же, как и в любых других историях с большим строительством, деньги не резиновые, их тоже нужно запланировать. И в области тоже хватает проблем и по другим территориям в том числе. Но мы надеемся, что 2021-2022 год у нас поставят программу, и мы построим там новую школу. Есть у нас еще, обратимся опять к нашим согражданам, есть у нас ролик, который наши коллеги подготовили, там в основном о том, что бы хотелось. Вот, давайте посмотрим. Я помогаю животным, мне хотелось бы, чтобы в нашем районе тоже, в общем-то, уделяли внимание помощи бездомным животным. И хотелось бы, чтобы глава нашего района, может быть, какую-то социальную рекламу поддерживал. Я хотел бы, чтобы навели порядок возле налоговой инспекции. Там, в общем, нету дорожки для пешеходов, и постоянно куча машин. И сигналят, и сигнализация у них работает. Мне недостаточно, знаете, чего бассейна здесь нет, в Одинцово. Вот, я очень люблю плавать, поэтому хотелось бы какой-то, может быть, на территории Одинцово бассейн, хороший, олимпийского стандарта, метров пятьдесят. Я думаю, желающих туда будет очень много. Ну вот, спорт. Бассейн, кстати, звучит уже не первый раз. Да, бассейн звучит. Бассейн звучал и в моей программе на ближайшие пять лет. Это действительно мечта не только жителей, но и моя в том числе. Очень хочется полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, действительно, олимпийского стандарта. И мы активно сейчас изыскиваем земельный участок для того, чтобы этот бассейн построить в эти пять лет, которые мы для себя отмерили для решения самых ключевых и приоритетных задач Одинцовского округа. Что касается бездомных собак, то мы эту тему тоже не оставляем без внимания. И в том числе своим примером, как-то мы даже вместе с депутатским корпусом и главами поселения помогали с кормом тому питомнику, который для бездомных собак, который есть на промзоне в городе Одинцово. И дальше будем всячески поддерживать и такие вот частные приюты, питомники. И постараемся еще создать условия для формирования новых, потому что бездомных собак много, мы люди гуманные, и мы не можем их отстреливать, умерщвлять. Поэтому все те бездомные собаки, которых наши подрядчики отлавливают, они чипируются и становятся безопасными, но тем не менее их отпускают обратно в ту среду, в которой они привыкли находиться. Визуально, возможно, это выглядит так же, как и раньше. Никто издалека не обращает внимания, что они чипированы, что у них есть определенные метки на ушах или в районе ошейника. И кажется, что такие же они агрессивны. Но на самом деле это не так. Об этом приходит много нам жалоб. Мы пытаемся людям объяснять, разъяснять, что не такая уже агрессивная среда. Но тем не менее, скорее всего, все-таки нужно создавать вот такие приюты, где они будут в большей части своей находиться. И не пугать наших жителей, особенно в парках, где занимаются спортом, где играют дети, любой двигающийся человек вызывает повышенное внимание со стороны бродячих собак. Даже если они чипированы, они все равно бегают, лают и создают определенный дискомфорт. Этим будем заниматься. В целом, все, что жители нам пишут и на прямой эфир, и в социальных сетях, как я уже сказал, мы отслеживаем, живем, можно сказать, в этом параллельном виртуальном мире. Понимаем все, что беспокоит, где и какие горячие точки. И ставим это в наши приоритетные программы и на каждый день. Ну, собственно, наша программа призвана ровно так. Она строится тоже на этих же принципах, поэтому я нашим всем зрителям настоятельно советую, рекомендую писать о тех проблемах, которые вас волнуют. Мы, понятно, что мы не можем все в рамках вот этой получасовой программы охватить. Ну, во-первых, мы формируем это на каждую неделю, мы все равно встречаемся, и вот этими блоками будем обязательно на эти вопросы отвечать. Большое спасибо, Андрей Робертович, за разговор. Я надеюсь, что через неделю вновь с вами встретимся, так же, как с нашими зрителями. Спасибо.